Пахарь на фоне пахарей. Только он с плугом, а они на роскошных автомобилях. Вся территория вокруг областной думы заставлена авто разных мастей. Есть и поклонники мотоциклов. Граждане тоже не из бедных. И все это в день отказа от машин. 22 сентября считается всемирным днем без автомобилей. Как видим, сегодня многие саратовцы отказались. Улица практически пустая. Но на самом деле дело в другом. Просто там висит знак, запрещающий парковку почетным. Все припарковались на другой стороне улицы. Я молодым людям удивляюсь. Вот он работает в банке. Ему там идти один квартал. Ну и зачем ехать на машине? Потом превращается. Уже вижу, идут. Вот такой живот у них там. И тогда двигаться что надо. Хоть квартал ты можешь. Но некоторые без особого дня подумывают перейти на пеший способ передвижения. Центр заставлен вдоль и поперек. Оставил не там, уедешь не своим ходом. Нищие мира сего прикидываются инвалидами. Вешают значки на своей современной Ауди и Фольксвагены. И паркуются в местах для инвалидов. К сожалению, на парковке, которая отведена для инвалидов, стали парковаться совершенно другие машины. Они устанавливают на лобовых стеклах свои специальные знаки. Появилась сначала одна машина. Сегодня уже этих машин стало две. Но мы надеемся, что все-таки люди проникнутся ответственностью момента и уступят места для тех, для кого эти места нужны более всего. Правда, адекватные саратовцы считают таких действительно больными людьми. Привыкли, наверное, под задницей иметь эту... Машину? Машину, да. Даже, я такой пример знаю, еще работал в начале 60-х годов. Водитель был у нас. Так вот, 50 метров в барахе жили. 50 метров до туалета было. И он на машине ездил. Вот это привычка такая. Болезненький называется. Говорят, что скоро парковку в центре Саратова сделают платной. По данным ГИБДД, только в одном Саратове зарегистрировано 330 тысяч машин. В день без авто предлагают пересесть на велосипед или на общественный транспорт. Представьте себе, в Саратове 330 тысяч автомобилей. Если хотя бы половина владельцев на один день от них откажутся, то просто может не хватить места в общественном транспорте. Тем более, иногда поездка, к примеру, в «Газели» может закончиться настоящим приключением. Вот как раз Валерий Богословский 20 сентября прокатился на 60-й маршрутке. Там водитель грубо отругал пожилую женщину. Валерий вступился. Водитель предложил подраться на конечной станции. В данной ситуации я не был на стороне водителя. Видимо, это за дело. На что он мне ответил. А ты не боишься, типа того, не по лицу, а в табло получить? Видимо, на лице он у меня видел какое-то табло. Ну и как-то вот слово за слово. То есть разговор весь шел, он меня не знает, да? Я наверняка старше его, я так думаю. Разговор был только на «ты». Я стал звонить, значит, сразу на номер горячей линии, вот. Его это возмутило. Он сказал, что чуть что сразу все звонят. То есть, видимо, инциденты были, не первый раз звонят, раз он об этом заявляет. Вот. Что ты говоришь? Давай сейчас до конечной доедем, мы с тобой по-мужски поговорим. А что подразумевается «по-мужски поговорим»? Вот я не понял. Подраться, что ли? Ну, видимо, да, он так со мной хотел выяснить отношения. На горячей линии в итоге предложили подождать ответа на обращение две недели. В свою очередь, Валерий Богословский запомнил номер маршрутки 048. От этого маршрута он отказался и не на один день. В принципе, я уже знаю, как для себя поступать дальше. Лично я на этом маршруте ездить не буду. Я не буду отдавать 17 рублей водителю, который мне хамит. Я думаю, женщины, которые ехали, тоже не будут. То есть, если он умный и грамотный предприниматель, он должен посчитать, что в его бюджете уже минус 34 рубля. Так что 22 сентября от машин вряд ли кто отказался. А кто пересел на общественный транспорт, может быть, даже получил, как говорят в табло. Криминальные сводки покажут. И мне водилка.